Продюсер Крис Мелидандрия в рамках московского кинофестиваля представил российским журналистам мультипликационный фильм «Гадкий я». Для Мелидандрия это первая картина в его новой мультстудии Illumination Entertainment. Крис Мелидандри 13 лет проработал исполнительным продюсером в компании 20-й век Фокс. Стоял у истоков создания студии Blue Sky, ответственной за ледниковый период, Хортона и роботов. Руководил созданием мультпроектов Анастасия, который в технике традиционной анимации попытался составить конкуренцию продукции Disney. Он едва окупился в прокате. А следующий проект «Титан после гибели Земли» едва не привел к закрытию подразделения Fox Animation. С причин кассового провала «Титана» мы и начали разговор с продюсером, чьи дальнейшие проекты принесли в копилку студии Fox свыше миллиарда долларов. Когда мы делали Анастасию, у нас в студии поменялся менеджмент. Пришли люди из Диснея. И мы верили, что сможем создать наш собственный бизнес. Бизнес, который бы повторял стиль Диснея. И в этом была наша ошибка. Потому что, по большому счету, я понял, что не стоит имитировать чей-то бизнес. Единственный способ стать успешным творчески и коммерчески это создавать свои собственные идеи в бизнесе или в кинопроизводстве, а не просто повторять что-то за кем-то. Но нам повезло с Анастасией, потому что это получился хороший фильм, который собрал достаточно, чтобы окупиться. Что же касается Титана, то вот здесь нам уже не повезло. Дело в том, что мы не совсем понимали, что делать с этим фильмом. Мы постоянно искали его смысл в поворотах сюжета. Над Титаном работали очень талантливые художники. И одна из проблем была в том, что мы комбинировали традиционную плоскую анимацию персонажей с очень насыщенными деталями CG-фанов. И поэтому тем зрителям, которые хотели увидеть нечто в стиле космической Одиссеи, были неинтересны персонажи. Для них эти персонажи были слишком обычными и серыми. И из-за провала Титана еще в процессе его создания у нас появилась идея ледникового периода. Я решил попробовать сделать этот фильм совершенно по-новому, с новыми людьми, талантом которых я восхищался. В то время CG была новой, зарождающейся технологией. Совсем недавно вышла история игрушек, а жизнь жуков была в производстве. В то же время, когда мы начали, уже появились такие фильмы, как «Муравей-Анс» и «Динозавр». Всем нравилась история игрушек, но все понимали, что не смогут повторить этот фильм. И мое решение уйти в CG было основано на моем отношении, моей любви к работам небольшой группы художников в студии «Блю Скай». Поэтому я решил, что возьму сценарий, который мы написали для ледникового периода, отнесу им и посмотрю, сможем ли мы построить новую студию. И после успеха ледникового периода и других фильмов, роботов, Хортона, вы решили сменить дистрибьютора, сменить студию, основав вашу собственную. Да. И заключили контракт с «Юниверсалом». Да. В чем была причина, почему вы выбрали «Юниверсал» и почему «Юниверсалы» приняли решение создать собственную мультипликационную студию? Какова была их причина и почему вы решили сделать это? Но причина была очень проста. Они находились в стадии формирования подразделения и искали новые имена и новые пути сотрудничества с создателями фильмов. Это было как раз в то время, когда они начали работать с Тимом Мором и рассматривали варианты работы с разными группами, которые могли бы предложить студии, новые фильмы, различных жанров. Что касается меня, то мне очень повезло, что после «Титана» я продолжал заниматься продюсированием. работал президентом «20-й век Фокс Анимэйшн». Выпускал такие фильмы, как «Ледниковый период» и «Роботы», «Ледниковый период 2» и «Хортон». Я не был продюсером фильма «Симпсоны в кино», но на этом проекте я работал исполнительным продюсером со стороны «20-й век Фокс». А потом мы начали делать фильм «Элвин и Бурундуки». В «Юниверсал» посмотрели на все это и сказали, что для них подобные проекты представляют удачное бизнес-вложение. Я проработал в «Фокс» 13 лет и понял, что построил что-то, чем могу гордиться. И мне нравятся новые трудности. Я думаю, что перемены в жизни могут принести новые идеи. Поэтому, когда ко мне обратились в «Юниверсал», моя первая реакция была «Зачем мне уходить из «Фокс» и бросать эту студию? Я же создал «Блюскай». Но потом я начал думать об этом как о вызове. Начал думать о тех сложностях, которые будут сопутствовать новым начинаниям. Когда я начал думать о том, что придется строить что-то новое, искать новых художников, собирать новую команду людей, с которыми мне придется работать, эта идея начала меня вдохновлять. Да, я страшно боялся, но меня это возбуждало. Мне кажется, что иногда страх может пробудить в тебе все лучшее. Вы собираетесь сделать фильм «Хопп». Мы его сейчас снимаем. Что насчет Рассела Брэнда? Он будет играть кролика в этом фильме? Да. Но он очень темпераментный человек. И как такой обычный персонаж, как кролик, станет частью его характера? Будет быть внутри Рассел Брэнда? Этот фильм – смесь художественного кино и CG-анимации. Точно так же, как это было в фильме «Элвин и Бурундуки», в фильме «Хопп» у нас также будут CG-персонажи в художественном фильме. Рассел Брэнд озвучивал персонажа в фильме «Гадкий я». И совершенно очевидно, что он очень смешной, энергичный и выразительный актер, который переносит все эти качества и в свой голос. Во время работы над «Гадким я» я обнаружил его другую, более мягкую сторону. Ведь он недавно женился, стал обзаводиться домашним хозяйством. Еще у Рассела есть одно замечательное качество – он умеет по-детски веселиться. И нам это безумно понравилось. Мы заканчиваем снимать этот фильм через 10 дней, и после начинаем анимировать. Фильм будет готов к выпуску следующей весной. Так что материалы начнут выходить, первые кадры из фильма, где-то этой осенью. И последний вопрос о 3D и будущем 3D. Когда 3D закончит быть привлекательным само по себе? Когда в 3D будут делать что-то такое, что мы уже не сможем увидеть в 2D? Когда начнут делать фильмы только в 3D? Да. Когда вещи, которые показывают в 3D, уже не будут восприниматься так же в обычной 2D-проекции. Я думаю, я думаю, что фильммейкеры подождут некоторое время, прежде чем делать фильм, который можно будет посмотреть только в 3D. Подождут, пока в мире появится больше 3D-экранов, потому что сейчас экранов недостаточно, а фильмов слишком много. Думаю, они будут ждать, пока экранов не станет достаточное количество. Наверное, это произойдет где-то через 2-3 года.